Турецкие и шенкенские бизнесмены сели за стол переговоров. В формате B2B они обсуждают проекты, в которые можно направить инвестиции. Предпринимателям из Турецкой Анталии предстоит выбрать самые перспективные предложения. На сотрудничество с иностранным бизнесом надеется и Алма Гуля-Лимбаева. Женщина владеет пекарней, которая производит бездрожжевой хлеб. По ее словам, выпечка – лечебная. Она на опаре из хмеля и содержит 28 незаменимых для организма микроэлементов. У меня 37 видов, но в данное время из-за кризиса я могу только 8 видов выпустить. Это какие виды? Сейчас я ржанно-пшеничный хлебопеку, но у меня есть хлеб с морской капустой, из пророщенных зерен. И вот сейчас у меня с этими был разговор с турецкой компанией, инвесторами. У меня есть, конечно, дальше выпустить хлеб из пророщенных зерен в производственном цикле, чтобы я могла отправить его в других регионах Казахстана. Главным образом предпринимательницу интересует турецкое оборудование для производства хлеба. Алмагуль надеется, что сможет приобрести его и расширить рынок сбыта. Известно, что среди прибывших инвесторов есть те, кто производит необходимые инструменты и оборудование для сельского хозяйства, строительства и промышленности. Как признаются зарубежные гости, им в первую очередь интересен агропромышленный сектор. В ходе переговоров мы получили информацию о том, какую поддержку государство оказывает бизнесу. У региона хорошие инвест-возможности, большой потенциал, поэтому мы хотим установить связи с местными предпринимателями. Моя компания занимается производством удобрений. Сегодня мы успели выслушать несколько интересных предложений о сотрудничестве. Впрочем, чтобы принять решение о сотрудничестве, определиться с проектами, турецким инвесторам нужно время. В их планах посетить соседние страны. После этого, проанализировав потенциал южноказахстанского бизнеса, они выберут наиболее перспективные предложения. Это не первая попытка налаживания турецкого бизнеса с южноказахстанским. В феврале были достигнуты договоренности о сотрудничестве с 12 турецкими компаниями. Среди них совместные проекты по производству сухофруктов и упаковочных изделий, строительные проекты и производство теплиц.